Ну, касательно торговли с Аллахом, то это единственная торговля без проигрыша. Почему? Потому что в этой жизни человек хочет заняться, бывает, торговлей. И пророк Мухаммад сказал, то есть тиджара, торговля, как убыток, так и прибыль. То есть не всегда бывает прибыль, и не всегда бывает убыток. Что касательно торговли с Аллахом, то она только всегда в прибыли. То есть такая торговля, где убытка вообще не бывает. Дорогой Хазарат, можно я процитирую два аята, которые возвращают нас к теме нашей сегодняшней беседы? В двух местах в Куране Аллах Всевышний говорит такие слова. Во-первых, в Суре Саф Аллах Всевышний говорит, что торговля с ним спасает верующих от мучительного наказания. То есть это не просто обретение награды, это не просто наш счёт у Всевышнего Аллаха, который пополняется благими делами. Это спасение от мучительного наказания. И во-вторых, Аллах Всевышний говорит в Суре Тауба, воистину Аллах купил у верующих их души и имущество. Аллах, мало того, что Он нам дал жизнь и имущество, Аллах Всевышний выкупил у нас эту жизнь и имущество. То есть, субханал, я поражаюсь, но нигде на земле нет таких условий торговли. Аллах Всевышний, во-первых, сначала даёт нам жизнь и имущество, потом у нас их выкупает, и в обмен на этот выкуп Он отдаёт нам рай, как сказано в этой Суре Тауба. Удивительные условия озвучивает Аллах Всевышний в Куране. Ну, кто-нибудь из тех, кто ведёт бизнес, кто-нибудь из тех, кто работает, не знаю, в найме, в бюджетной сфере, может представить себе такие условия? Тебе дают огромное имущество, бесценный дар, потом у тебя же это выкупают, и ещё больший дар тебе дают в обмен на этот выкуп, рай дают. И что мы должны сделать, дорогой Хазрат, чтобы соблюсти вот этот договор торговли со Всевышним Аллахом, чтобы мы свою часть обязательств выполнили. То, что Аллах Всевышний обязуется их выполнять, это не вне всякого сомнения. Он обязал себя, он наложил на себя обязательства по помощи верующим и по тому, что всё, что он обещал в Куране, всё будет реализовано. С нашей стороны, опять-таки, какие обязательства мы должны выполнять, чтобы эту торговлю с Аллахом Всевышним с нашей стороны выполнить в полной мере. Аллах, Субхам Даля Саам, говорит, что сделать нужно. Как раз и скажет Сурат Саак. Аллах, Субхам Даля Саак. Это вы просите, не указать ли вам. Хотите, я вам, Аллах Тааля, который вас спасёт от наказания, болезненных наказаний. Наказание Ада. Шея Хрисалам, помимо того, что вот эти условия, помимо этого, Аллах Субхам Даля ещё нам подсказывает, как, куда вложить. Правильно. То есть, Аллах Субхам Даля нам подсказывает. Хотите, я вам расскажу. Бывает, там, бизнесмен разбогател и так далее. Какой-то большой человек подходит и говорит, а где ты, на чём ты поднялся, куда ты вложил и так далее. А куда лучше, кто-то скрывает. Иди сам ищи там и так далее. Мои консультации столько стоят там. Или консультация за какого-то финансиста, больших денег стоит, чтобы правильно вложить его финансы. Аллах, Субхам Даля, говорит, хотите, я вам укажу на торговлю. Спасёт вас от болезни и наказания. Веруйте в Аллаха. То есть, веруйте в Аллаха, что Он наш Создатель. Поклоняйтесь только Ему, Аллах, Субхану Ва Та Аля. Только Он достоин поклонения. К Нему наше возвращение. Кто такой Всевышний, Аллах, Субхану Ва Та Аля. Мы Его рабы. Все, кто в небесах, на земле, все рабы, один только Создатель. Один Аллах, Субхану Ва Та Аля. Он достоин, Аллах, Субхану Ва Та Аля. В Его посланника. Пророку Мухаммада, Субхану Ва Та Аля. То, что Он заключился, Пророк. Он Аль-Абд Ва Расулю. Он раб Аллаха и посланник Аллаха. То есть, раб, Он человек, тоже поклонялся Аллаху. Субхану Ва Та Аля. Кушал еду, ходил по рынку. То есть, Он человек, не объект поклонения, не Илях. Ва Расулю. И Он посланник, который доносил до нас именно как бы небесный вот этот вот Который, что Аллаху Нас посылал, Кур'ан нас обучал. И проявляйте усердие на пути Аллаха своими имуществами и своим телом. Вот эти четыре вещи, которые спасут от наказания. И для вас в этом есть благо. Лучше для вас, если бы вы знали. Говорю, Субхану Ва Та Аля. Дорогой Хазрат, дорогой Хазрат, вот смотрите, я что пытаюсь уловить. Вот в этих двух аятах, в этих двух местах, где Всевышний говорит о торговле с ним, Аллах Всевышний упоминает души первое и второе имущество. То есть, в Суре-Саф, Аллах Всевышний говорит, что Он ждет от нас, что мы будем расходовать, жертвовать душами и имуществом. И в Суре-Та Аля, Аллах Всевышний говорит, что Он выкупил у нас души и имущество. То есть, я насколько понимаю, это самое дорогое то, что у нас есть. Из всего, что нам даровал Всевышний, самое дорогое для нас — это наша жизнь, это наша душа и то, чем владеют наши руки. То, чем мы владели, мы копим это богатство, не понимая, кто нам его дал, не осознавая до конца. И ради имущества, ради умножения имущества, люди уйдут на убийство, люди идут на обман, на подлог, на воровство, рискуют даже сесть в тюрьму. Сколько чиновников у нас, посмотрите, каждый день идут фактически антикоррупционные зачистки, сажают в тюрьму. То есть, люди теряют бдительность, инстинкт самосохранения теряют, когда видят деньги. Насколько человек ненасытный, насколько он любит это имущество. И Аллах Всевышний делает именно души наши и имущества условиями, то есть предметом этой торговли. Аллах Всевышний делает предметом этой торговли и говорит, «Я вам дал, жертвуйте, я у вас выкупаю это всё, выкупаю и души, и выкупаю имущества, и взамен даю рай». Взамен вам даю рай, если вы будете соблюдать условия нашей сделки. Верно ли понимают другие верующие, дорогой хазрат, именно вот этот смысл этих двух аятов? Очень правильно понимаете. Мы должны вот это объяснить нашим зрителям, братьям и сестрам, чтобы они правильно поняли, потому что нету, опять же, монашества в исламе. То есть души, то есть для твоего тела есть право у твоего тела на тебя, у твоей семьи есть право на тебя, у твоих братьев есть право, у твоих близких и так далее. То есть имейте в виду, это не просто 24 часа молиться, нет, братья и сестры. Пять раз в день молиться, мы сказали час где-то времени. И опять же, смотрите, когда он закончит эту мысль, где Аллах Всевышний делает так подобно, как кто-то тебе дает 24 тысячи долларов, например, и говорит, не обратно, ты не возвращаешь обратно, на следующий день. Он тебе опять дает 24 часа, ты не возвращаешь. И каждый день так, и так. Аллах нам дает каждый день, и мы просят обратно час, чтобы поклонение. Человек, если не ослушается, не поклоняется Аллаху, не читает намаз. Аллах ему опять продлевает жизнь. И опять, и опять, и опять. Какой милосердный. Что касательно имущества, тоже Аллах не говорит, бери все имущество и расходы его на пути Всевышнего. Нет, Аллах говорит, полностью руку не прижимай к своему горлу. То есть имеется в виду, не будь жадным, не будь бахилем. То есть мне и мне есть такие люди, в такие люди, Аллах им дал что-то. Это все, мне все, мне все жадные. Даже вот, когда кушают люди, можно увидеть их жадные, во время айфтара там. Отсюда берутся. Жадные просто. Думаю, быстрее, 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 все побыстрее. Отсюда забрал все. Все пруфты съел стола, братья мне оставили. А себе, себе думаю. Не, мы что, мы должны брать, думать, альхамдуллях, вначале там. Мы знаем, что наша риска никуда от нас не идет. Ни одна душа не покинет эту жизнь, пока полностью не заберешь свой риск. Поэтому, имеется в виду, да, но есть часть, которая не твоя. Она, да, она у тебя, но Аллах тебе дал, чтобы испытать тебя. Потрачит ты ее, отдашь или нет. Вернешь ли это, как будто, если ты не возвращаешь, закят не даешь, ты знаешь, вор. Ты воруешь у людей, субханулах, это их имущество, это не твое имущество. Аллах, субханулах, тебе приказал, Аллах тебе дал, субханулах, кто тебе людей послал, кто тебе руки дал, кто тебе глаза отдал, кто тебе уши дал. Если это еще не было, ты бы смог бы достичь того, что ты смог. Аллах, субханулах, тебе все это дал. И Аллах тебе риск дал. И Аллах тебе в новый момент послал это все. И Аллах, ты мог бы сделать все по-другому. И потом Аллах, субханулах, проверяет тебя. Так же, вот именно Аллах, купил наши души. То есть, имеется в виду, опять же, смотрите, самый лучший садакат, что он тратит на семью. То есть, опять же, тратит на семью, раздел, это садакат, и так далее. То есть, и садака, для чего это сделали? Одно уточнение небольшое. Не все мусульмане, не все верующие понимают смысл того, для чего мы даем садакат. Для чего мы даем садакат. Это не просто помощь нуждающемуся. Это вот то сравнение, о котором вы сказали, это те деньги, которые мы кладем, как будто в банк Всевышнего Аллаха. То есть, мне, вам, любому другому верующему, принадлежат не те деньги, которые у нас остались в кармане, а принадлежат те деньги, которые мы отдали, потому что эти деньги уходят не столько даже нуждающемуся, они уходят туда, в банк Всевышнего, как благодеяние наше, как жертвование на пути, Всевышнего, которое мы имущество свое отдаем, и оно засчитывается у Аллаха Всевышнего, и оно будет нам явлено в тот день, когда нас будут рассчитывать. Вот этот момент могли бы вы объяснить тоньше, вот именно формулировку, тебе остаются не те деньги, которые у тебя в кармане, тебе остаются, тебе принадлежат те деньги, которые ты отдал нуждающимся на пути Всевышнего. Что касательно заката, например, 2,5% это не принадлежит не нам, это принадлежит уже тем людям, которые истахикуют на закат. Это 8 категории, Аллах Субхану Та'яля говорит, «Инна ма садақатулы фукара, аль-масакин, аль-амилины алейха, аль-муаллафа текулугу, аль-рикабу, аль-гар-иміна, аль-бин-сабил, аль-фисабилла, фаридзат амин Аллах». То есть закат дается кому? Аль-фукара. Это кому прожитает 2,5% и своему годовому фукара, факирам. Это нищие, масакин, мискин, те, у которых нету несабы, чтобы они получили закат. Те, кто работают на сборах заката, например, как в фонде есть работники, им можно давать зарплату за эти деньги. Те люди, которые близки к религии, чтобы их поддержать в этом. Это сейчас уже неактуально, на выкуп раба. Те должники, не которые там брали на большой бизнес, а которые брали на нужды свои. Ибн-сабил, это мусафир. Если приедет с другой страны и так далее, можно и закат ему дать, купить билет, помочь, что-то ему дать, накормить его, даже если он в своей стране богатый и живет. И последнее, на пути Всевышнего Аллаха есть разногласия, что имеется в виду на пути Аллаха, но все, что тратится на пути Всевышнего Аллаха, это тоже, иншаллах, туда закат. Нельзя на строительстве мечети, тут есть тоже разногласия, закат можно давать или садакат. Потому что, кто построит раз Аллаха в мечети, Аллах построит ему дворец в раю. Хорошо. То есть, то, что человек вкладывает в этом мире, Аллах Всевышний многократно возвращает ему в мире вечном. Конечно. Субханаллах. Торцаны возвращают. Представляете, все, Руслан, Аллах это дает, субханаху ва-та'али, и Аллах дает нам это. И Аллах говорит, отдай туда, это не твое. И проверяет нас, как мы с себя поступим. Ли янзур, кейфу ти амалун. Аллах говорит, посмотрите вас, как вы себя будете вести. При этом мы понимаем, что Аллах в этом не нуждается, потому что Аллах субханаху ва-та'али, и это некий маленький такой, какое-то дело мы делаем, такое небольшое, чтобы получить потом в аферате такие великие награды. Субханаллах. Азрат, небольшое уточнение. Аллах Всевышний дает нам риск, Аллах Всевышний дает нам пропитание, дает нам маль, имущество, и говорит нам, расходуйте, расходуйте на пути Всевышнего. И то, что мы израсходовали, многократно у нас падает фактически на наши весы, на наш счет, который Аллах Всевышний нам явит, как список наших благодеяний в судный день. То есть мы тратим из того, что Аллах нам дал, не оставляя это в своем кармане, и обретаем еще большую награду от Всевышнего за то, что мы потратили то, что Аллах Всевышний нам дал. Субханаллах. Вот в этом удивительная выгодность, прибыльность этой торговли, которую мы ведем со Всевышним Аллахом. Поэтому, когда мусульмане говорят, я веду торговлю не с людьми, для меня выгода нужна не от людей. Если Аллах позволит, я, как вы уже говорили, я получу какой-то навар сверху. Если Аллаху будет угодно, я, может быть, потеряю деньги. Но основная цель моей торговли во время моей тиджары, во время моих муамалят, во время моих отношений с людьми, это не людская выгода, это не выгода от людей. Основная цель моей торговли, это получить прибыль у Всевышнего Аллаха. Хорошо. То же самое, все, что Аллах надает, и Аллах не просит даже, говорит, приказывает, повелевает нам. То есть, представляете, когда нам кто-то приказывает, говорит нам, папа, иди сюда, зайди от кроков, подойди сюда, сынок. И ты говоришь, нет, я не подойду. Как это? Это невозможно вообще понять, вообще головой принять нам. Или, мам, сынок, помоги мне. ты говоришь, нет, мама, иди сама, помогай себе. Астахфур Аллах, кто-нибудь сможет? А наш создатель, наших родителей, которым мы вернемся, который любит больше, чем наши родители, который, по ночам говорит, если кто-то просит, я ему дам, если просящий, я ему отвечу. Субхану сделай вот это и зайдешь туда. Субхану Аллах, как мы можем отказать Аллаху, как мы можем сказать, нет, Аллах, я не хочу. Это как будто человек говорит, Аллах, я не хочу, спасибо. Как будто ты мне дал. Некоторые еще, неверующие, не верят, что Аллах сотворил. Мы-то верим, но мусульманин, которые, верят, что Аллах сотворил, к нему возвращение, как он может отказать? Или Аллах говорит, читай намаз, пять раз в день. И, человек говорит, вот я не пойму одну вещь, не будем заходить там, верующие, неверующие, есть вопрос. Но вопрос в чем? Когда Аллах, мы говорим, мы верим в Аллах, веришь, брат, в Аллах, верю в Аллах. Веришь, что Кур'ан, это слова Аллаха. Да, верю, конечно, верю. Но Аллах же тебе говорит, читай намаз, приказывай. Тут два вида, две вещи. Или ты не веришь, а говоришь, что веришь. Или ты понимаешь, что понял, какой великий Аллах, и ты ему отказываешь. Как вот? Варианта нет. То же самое, вот как, например, Аллах говорит, пять раз в день читать намаз. Он нам дал 24 часа, вот как закат, дал нам деньги, из этого нам дал бесплатно 24 часа в сутки. Бесплатно. Субханаллах, время дал нам 24 часа в сутки. И говорит, один час верни на поклонение. Один час. Пять намазов почитай, полчаса даже. Один намаз пять минут там почитай, пускай даже 10. Если 10, то там сколько, 50 минут нужно, час, даже часу нет. Верни, поклонись Аллах. И вот человек говорит, субханаллах, как и имущество. Это, как сказал пророк Мухаммад, чтобы закат литадхир и твое имущество. Где-то может быть харам зашел, еще что-то. Когда закат оно очищается, иншаллах полностью становится халалем. А садака, чтобы преувеличить. Субханаллах, сколько каждый из нас, мне кажется, только ты что-то дал, увидишь, тут Аллах тебя еще больше вернул с другой стороны. Субханаллах. Да. И вот это, вот здесь проявление именно для того, чтобы увеличить твое имущество, увеличить твое имущество для этого садака. То есть мы и в этом мире от торговли со Всевышним Аллахом выигрываем, в том числе обретением еще больших благ, которые нам Всевышний дает и в этом мире, и в мире вечном. Субханаллах, конечно. Дорогой хазар, хочу напоследок привести пример. Недавно в Карачаево, Черкесии, в Кабардино-Балкаре, да и по всему Кавказу собирали деньги, огромные суммы, почти под 160 миллионов рублей на каждого ребенка, на двух мальчишек, которые болели тяжелой болезнью, спинально-мышечной атрофией, на мальчика из Кабардино-Балкарии, Магомеда Тюбеева, и на мальчика из Карачаево-Черкесии, Адама Нагиева. По-моему, Адам, если я не ошибаюсь. И мусульманам Кавказа удалось собрать почти 200 с лишним миллионов рублей на двух мальчиках. Это покрывало расходы на их лечение, и еще осталось на раздачу другим, Адам Нагойев, да, Адам Нагойев, осталось на лечение других детишек. И люди приносили, по 100 тысяч долларов отдавали, с одного раза по 8 миллионов рублей собирали с небольшого города Нальчик. Люди жертвовали своими скотом домашними, лошадьми, коровами, машины пригоняли, отдавали. Такой порыв был, Субханаллах. И когда я спросил, ну, как бы с точки зрения других верующих, которые пока еще не готовы отдавать, помогать, есть ли необходимость такой помощи просто вот взять, опустошить карманы и отдать все, что есть. Сами, сами мусульмане, которые отдавали, говорили, после того, как я отдал, после того, как я отдал, Аллах Всевышний мне еще больше дал. Вот стоит тебе просто пойти на эту жертву, стоит тебе отдать, Аллах Всевышний тебе еще больше даст. Субханаллах. Удивительно, удивительно прибыльная торговля, которую Аллах нам Всевышний уготовил, предлагает. Мы постарались сегодня раскрыть нюансы ее, условия этой торговли, чего от нас Всевышний Аллах ждет, что мы должны ему по условиям этого договора, что мы получаем в мире вечном, что мы получаем в мире этом. Инчааллах, дорогой Хазар, мы вступаем в последнюю декаду, в последние 10 дней Рамадана, и я надеюсь, один из наших последних эфиров в месяц Рамадан будет, Инчаалла, самым пронзительным. Поэтому искренне вас благодарю за наставление и до следующей пятницы. До скорых встреч. До скорых встреч. Саламу алейкум, арахталу баракату.